всем привет мои хорошие сегодня у нас с вами на обзоре украинские вкусняшки азов голубая и азов серая так как они похожи я решила сделать обзор на эти два сорта в одном видео вы видите по картинке что азов голубая чуть-чуть посветлее азова серого берешь их в руки одинаковые абсолютно гладенькие я не скажу что жирненькие не такие как скользкие очень интересный так давайте в разломе их покажу вот такая у них структура интересные когда мне девочка написала что эти сорта по структуре похоже на халву что вы думаете я сделала я пошла купила халву чтобы сравнить у халвы как вы знаете есть два типа обычная халва и халва воздушная так вот структура этих сортов один в один халва воздушная ну что давайте приступать давайте начнем с голубой это знаменитый сорт достаточно я не у меня слышно светло серо-голубого цвета она встречается надо таки черные вкрапления такая красоточка так то она по весу вот этот кусочек тяжеленький то есть в руках ощущается нелегкий сорт что давайте приступать вот ее хочется жевать и жевать и жевать сейчас такого погрызем чуть-чуть поплотнее вот этого кусочка светлее темнее их даже по структуре видно что светленький кусочек более плотнее по плотности по плотнее будет чем вот этот как в принципе в любом сорте встречаются монолитные куски более рыхлые итак по поводу азов голубая залипает она также как астана сорт чистый без скрипа по крайней мере у меня не скрипит а найти похожую найти похожий сорт по вкусу среди тех сортов которые пробовала нет этот сорт не похож ни на что абсолютно кусается она среднем от большого куска вот этот кусочек поплотнее откусывался посложнее чем потемнее который кусочек рыхло идет структура халва воздушная вот больше ни с чем сравнить не могу откусываешь он моментально разлетается на маленькие маленькие пластиночки сухие поначалу жуется сухо затем это все превращается в густую залипающую массу он конечно собирается в комочек но и по зубам размазывается хорошо а теперь как бы вам описать вкус потому что это нечто во первых у него вкус влажный вспаханной земли знаете вот когда землю вспахали даже сказала вот после того как снег растаял она еще влажная вот и и вспахали вот у него есть такие нотки влажные вспаханной земли или еще для сравнения когда дождь пройдет намочить чернозем потом как бы солнышко встает и ведут и от земли идут испарения вот этой влажной земли вот такой вкус плюс сливочный она жирная присутствует сливочный вкус очень сложно описать потому что сорт многогранный и в нем есть такие ощущим а ощутимые нотки ореховые кто пробовал лесной орех тот меня поймет отдает орешками прям так пыльно нет не пыльно мокрая земля сливочность и вкус орешков от этого сорта оторваться невозможно я однозначно буду его заказывать в большем объеме это любовь с первого укуса я не знаю как он будет хрустеть если его хорошенько просушить на батарее но я думаю он потеряет вот эту нотку сливочную из-за этого я не сушу его на батарее хрустит он не сильно хруст глухой но вкус перебивает все классный сорт однозначно мой фаворит мы давайте приступим к азово-серому он уже вот с такими разводами я надеюсь вам видно от темно-серого к светло-серому вот вот здесь хорошо видно такими пятнышками классными так и вот сейчас вам хочу показать здесь он будет видно видите сорт мягкий короче здесь какое-то черное вкрапление ну что давайте приступим залипает этот сорт посильнее чем голубая азов я вам скажу так они отличаются вот этого большого куска прям вкус пыли с дороги прямо знаете когда грунтовка вот жаркая погода и машина грузовая кань проедет пыль поднимается столбом вот такой вкус смотрите тоже этот кусочек более рыхлый а этот плотный но откусить от большого куска тоже сложновато где светлая сторона вкус дорожной пыли яркий где темная сторона вкус мокрого чернозема вот так вот не делайте так как делали я вернее сделала я откусила большой кусок поначалу он очень и очень сухой тяжело наживать сначала а потом когда намокнет еще тяжелее жевать потому что очень сильно залипает откусывайте небольшими кусочками значит азов серая по структуре одинаковые вкусы похожи но у азова серого в отличие от азова голубого присутствует вкус придорожной пыли такой сухой не влажный а вот именно когда какая тяжелая техника проезжает по сельской дороге поднимается пыль вот у этого кусочка есть такой вкус схожи ореховые нотки тоже есть в этом сорте нотки мокрой земли тоже есть и вот это вот сливочная стих не особенная при очень сложно описать это знаете мне отдает пломбиром если честно жирным жирным пломбиром когда я была маленькая я любила очень пломбир в шариках мороженицы раньше были вот я туда с папой ходила мне покупал в шариках пломбир был настолько жирный что же был желтого цвета и вот у этих сортов есть вот такая жирная сливочная нота сорта обалденные и кстати азов голубой не скрипит а вот азов серый он поскрипывает и такими знаете то есть попадаются ощутимые не мелкий мелкий песочек как мелкий уголечек то есть а как бы не мешает основному вкусу да вообще в принципе не мешает но иногда чувствуется на зубах что он поскрипывает в общем это мы две новые любимки чтобы меня понять их нужно попробовать потому что все что нам известно киргизские башкирские и даже с башкирскими сортами не сравнишь потому что у них есть вот свой вкус своя структура такой структуры я не встречала ни у одного сорта вот серьезно это прям один в один воздушная халва кому интересно купите воздушную халву она стоит недорого и попробуйте в общем обалденные сорта если у вас есть возможность их достать и попробовать однозначно это сделать всем огромное спасибо за внимание всех люблю целую обнимаю всем пока пока